Приветствую вас. Первую ошибку, которую вы допускаете, можно охарактеризовать как некоторое обобщение. Дело в том, что вы, скажем так, несколько необоснованно обобщаете, так же, как и делает ваш источник, на который вы опираетесь, вы обобщаетесь всех мужчин и пытаетесь связать всех мужчин с трапами денег в контексте взаимоотношений с женщиной. Мягко говоря, это вводит нас на какую-то совершенно странную плоскость, где все мужчины одинаковые, все женщины тоже одинаковые, и показателем отношений между ними, ну, одним из показателей, служит вот, собственно, трата денег. При этом выпускается из виду, что есть разные культуры, есть разные традиции, есть разные люди, разные отношения к деньгам, есть религии, где деньгам относятся, отводятся разные места и так далее. То есть, ну, к примеру, в той же западной культуре, например, если мужчина тратит на женщину деньги, это может быть воспринято как проявление сексизма, например, да, вот, и женщина такого к себе не допускает, ну, по крайней мере, по крайней мере, та, для которых это важно. Допустим, в восточной культуре другое отношение к деньгам. Что касается нашей, я имею ввиду, европейской культуры, ибо Россию можно отнести все-таки к европейской культуре в большей степени, то здесь все очень индивидуально, и, как бы, для кого-то из мужчин трата денег отношает некоторое отношение к женщине, или для какой-то женщины трата денег на нее со стороны мужчины отношает какой-то элемент отношения. Ну, как бы, на мой взгляд, ситуация здесь заключается в том, какая культура ваша, и какие отношения хотите строить лично вы. Потому что, на мой взгляд, отношения, где, ну, деньги имеют место быть в качестве элемента какого-то взаимодействия, ну, подводят самые отношения к такой форме дашь на дашь. То есть, если мужчина тратит, хорошо, ну, не тратит, ну, как бы, это его выбор. Вот, если мужчина хочет покупать вам то, что покупает, он покупает то, что он считает нужным, то, что он хочет. Если вы, там, допустим, хотите получать что-то другое, то вы либо просите у него напрямую, либо просите дать денег. Если мужчина не дает денег и не удовлетворяет просьбу, то вам уже нужна самостоятельность, хотя и в своих ценностях решать, что делать. Короче говоря, это факт, что мужчина покупает вам только вкусняшку и так далее. Ну, помимо того, что это может дешевле, если мужчина экономный. Говорит только о том, что он покупает вам вкусняшку и шоколадку и всё. То есть, это больше ничего не значит. Это значит, что человек не готов тратить деньги на то, что он считает неважным. Вот и всё. Такая позиция тоже имеет место быть. Как это связано с тем, что мужчина в результате этого меньше вами дорожит, или как это связано, например, с тем, что мужчина, ну не знаю, жадный, например. Но для меня остается загадкой. Да, при некоторых раскладах подобная позиция может свидетельствовать о том, что там мужчина может быть жаден, мужчина может вас обесценивать и так далее. Но мне кажется, свидетельствует некоторая ваша тревожность по поводу того, что вас могут не ценить. Вот, что мне видится в качестве основной проблемы. Вот, если вы, ну, если вас беспокоит факт того, что человек вас не ценит, то это больше, на мой опять же сгляд, это больше про вашу самооценку, про вашу уверенность в себе и про, скажем так, не принятие, может быть, своей роли в паре, своей роли, которую вы выбираете. Словно говоря, вы выбрали пассивную роль, допустим, допустим, вы выбираете пассивную роль. То есть я буду, говорите вы, условно, за мужчиной. Я так выбрала, я так решила. Я буду замышлен, я буду делать, там, то, что мне скажут, я буду следовать всего, значит, ну, каким-то идеям, целям и так далее. И я буду принимать от него, например, все, что он мне дает. То есть он готов будет мне давать. Ну, и в итоге, получается, что вы... не принимаете это, что вы не принимаете в первую очередь, как мне кажется, свой выбор, свою поведенческую модель. Ну, опять же, это то, что можно оценить как, ну, как вот непосредственно вашу проблематику, на мой взгляд. И разобраться, в первую очередь, нужно с этим. Также, хочу сказать, на мой взгляд, достаточно важную вещь, которая заключается в том, что человек относится к нам. Так, как, в принципе, мы относимся к себе. То есть я хочу сказать, что если вам не нравится то, как к вам относится, ну, вот, мужчина, да, если вы считаете, что к вам, например, он должен относится как-то иначе, допустим. Твой вопрос, ну, вот, новый вопрос, он такого плана, да. Например, что я делаю для того, чтобы это стало реально. Да. И делаю ли я для этого что-то вообще? Потому что, ну, вы можете быть недовольны тем, как стоят дела, например, с человеком. И в принципе, ну, в принципе, вы имеете на это право быть недовольны. Ну, вопрос заключается в том, что я делаю дальше. И, собственно, собственно, делаю ли я что-то, да. То есть это, ну, условно говоря, это просто недовольство или это готовность действовать, готовность менять что-то. То есть это, ну, вот, такие, я бы сказал, вопросы, на которые вам нужно поискать ответ. А так, если по отдельным каким-то элементам в отношениях пытаться выстроить какую-то общую картину, ну, общую картину отношения к себе, на мой взгляд, очень быстро можно прийти к каким-то таким параноидальным историям, когда, ну, постоянное, там, не знаю, подозрение, да, постоянная, там, неуверенность, постоянная ее, постоянная нужда, скажем так, в подтверждение своей ценности, ну и так далее. Вот. То есть мне это кажется, ну, довольно сомнительным. Вот. В принципе, всегда можно настроить общение с человеком так, чтобы он вас понимал, чтобы он вас слышал. Вот. Ну, а для этого нужно, конечно, освоить некоторые навыки, я бы сказал, да. Навыки взаимодействия, вот, в том числе взаимодействия не конфликтного взаимодействия, да. То есть, чтобы уметь общаться, не конфликт. Вот. Ну, опять же, при условии, если вы, вы сами этого хотите всего. То есть, вот, эээ, здесь, эээ, что важно, это то, что, эээ, я не очень, эээ, понимаю, с чего вы хотите. Да, 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 то есть, я не очень понимаю, эээ, какую проблему вы хотите решать. И хотите ли вы вообще решать какую-то проблему. Или вы только, вот, эээ, спрашиваете, спрашиваете нас по поводу вот этой ситуации, например. Ну, как бы. Вот это вот, эээ, такой момент, на мой взгляд, ну, достаточно серьезный. С одной стороны, и с другой стороны, это момент, который выдаёт у вас некоторую неопределенность. Да, то есть, меня, меня, эээ, что-то не устраивает, но, как бы, делать я особо там ничего не буду. Да, то есть, ну, пусть всё будет, вот, как будет. Вот, а неудовлетворенность, она, к сожалению, имеет такое неприятное свойство накапливаться. И если его никак не выражать, то могут быть серьезные проблемы. Поэтому, имейте пожалуйста, это ввиду. Вот, и старайтесь не обобщать, старайтесь не, как-то, вот, эээ, не знаю, не окидывать ээээ, вот в такой вот ээээ, панораме. Людей, мужчин, людей, вот, потому что все, все, все таки разные, вот, и попытка, попытка обобщения, она, в целом, ни к чему хорошему привести не может, в принципе, вот, поэтому я могу, я буду надеяться только на то, на то, что вы для себя этот момент обязательно учтете. В дальнейшем все таки свои тревоги, которые у вас есть, я там, в принципе, свойственно многим людям будет решать именно, именно, вот, как-то не за счет, ну, не за счет мужчины, да, и попытка его анализировать, а, именно, вот, за счет своих действий и проработки своих, может быть, страха, может быть, и некого негативного прошлого опыта, которые у вас вполне возможно имеют место быть, и этого не нужно так же стесняться, вот, в этом нет ничего негативного, это и так далее. Главное это признать, вот, если это, если это есть, признать это, и все дальше работать, вот, вот, то, что я хотел бы вам сказать, то, что я хотел бы вам ответить на данный момент, я надеюсь, что вам это все было, было достаточно полезно, чтобы сделать определенные выводы, ответить информацию вам пригодится, вот, я желаю вам всего самого доброго, я хотел бы пожелать вам удачи, хотел бы, эм, пожелать вам, э, решения своих проблем, которые у вас есть сейчас или будут в дальнейшем, и надеюсь, что вы все-таки в дальнейшем же за ээээ, решением, э, проблемы обращаться к специалисту. Удачи вам, всего доброго. Спасибо. Спасибо.